Евангелие, потому и оказывается, той удивительной книгой, в которой, с одной стороны, всё написано того просто, что, кажется, подчас даже ребёнку всё понятно. В этих простых, подчас внешне простых словах скрывается то, что касается непосредственно самой глубины жизни каждого человека. Люди в своей основной массе потеряли смысл, верный смысл человеческой жизни. Всю жизнь свели к чему? К исключительно вот к этому внешнему животному существованию. Где же суть духовной жизни человека, которая возводит человека из грязи, возводит на небо? По благословению митрополита Тверска-Кашинского Саввы и пархиальные отделы, отдел культуры и отдел социального служения и храм в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» дерзнули ещё раз пригласить Алексея Ильича и сделать вот такую хорошую, добрую встречу с этим человеком. Но ничего у нас с вами, мы прекрасно знаем и понимаем, не происходит просто так. Всё происходит по молитвам представителей и святых. Есть такой человек, а книжечки вы сегодня получили о нём, Игумен Никон Воробьёв. Это наш земляк, который жил в деревне Микшина, который родился в деревне Микшина. И вот я думаю, что по молитвам Игумена Никона Воробьёва мы сегодня с вами имеем радость встретиться с Алексеем Ильичом Осиповым. Алексей Ильич, просим вас. Алексей Ильич, вам слово. – Спасибо. – Добрый вечер. Кажется, тему нам объявили или написали, вот я точно не помню. Но в любом случае, кажется, она нам понятна. Что-то связано с Евангелием. Но Евангелие мы все читали. Я не знаю, что можно вообще нового сказать здесь. Читали, слыхали, кажется, всё понимали. Ну, почти всё понимали. Кажется, ничего нового. И на самом деле мы вдруг находим такие слова, как Вечное Евангелие. Что значит Вечное? Оно появилось всего 2000 лет тому назад, даже немножечко меньше. И как же это Вечное? Вы знаете, есть такие истины, которые действительно имеют вечный характер. Хотя бы мы их открыли сейчас, только что сейчас. Но они, оказывается, всегда были. Посмотрите, например, на законы физики. Говорят, законы Ньютона. Первый, второй, третий. Да разве это его законы? Ну что? Он только открыл, и больше ничего. И больше ничего. Зафиксировал, выразил в формулировках соответствующих. И мы их называем законами его именем. Так вот, в этом смысле, и когда мы говорим о Вечном Евангелии, то говорим вовсе не о том, что это что-то такое, какое-то открытие, которое... Вот, ну, не было этого, и вдруг кто-то сделал. Нет! Евангелие Вечное и в другом смысле, что открывает те истины человеческой жизни, которые являются естественными для человека. так же, как и естественно все законы физики, законы биологии, законы психологии, так же и Евангелие, оно является в этом смысле тем естественным миром жизни, который открывает только не законы тела, не законы материи, а то, что для каждого человека, конечно, является превыше всего этого. Ведь, учтите, ну, что такое тело? Но сегодня есть, завтра оно рассыпалось, как мы слышим, земля, и си, и в землю отыдешь. И верно, где они, предыдущее поколение? Поколение, где они? Всё земля. Но в человеке есть то, что обладает возможностью обладая вот этой способностью, что ли, вечной жизни. И вот знать законы этой вечной жизни, это, конечно, мы уже понимаем, это несравненно больше. Представьте себе, что-то нам дадут, какую драгоценность подержать одну минуту. Ну, пять минут. Ну, на один дадут. Покрасуйтесь, вот вам драгоценный бриллиант. И потом забрали. И забрали. И что же? Кажется, какая была радость. И вдруг её отняли. Говорят, что это жизнь, величайшая ценность. Да простите, разве можно назвать ценностью то, что отнимается? Это же обман тогда получается. Мне говорят, вот вам даём. И вдруг раз – и отнимают. Ну, куда же это годится? Что за обман такой? А ведь сколько угодно, мы только и слышим, жизнь человеческая – это величайшая ценность. Так простите, можно назвать ценностью мыльный пузырь, который, когда ребёнок надувает, смотрите, какая красота, какое разноцветие. Всё. Раз – и лопнул. И это ценность? Это удивительное дело, но мудрецы всех времён и всех народов всегда говорили, что нельзя же назвать ценностью то, что сейчас есть, а через час его нет. Разве это ценность? Причём совершенно очевидный же закон человеческого существования, что действительно нет человека, которого жизнь не остановилась бы, не исчезла бы. Нет! И вот поэтому во все времена всегда умные люди, которые не скатывались до состояния чисто животного существования, всегда действительно думали о том, неужели ведь человек понимает, в отличие от всех животных, что его сущность жизни заключается не в том, чтобы только есть, пить и размножаться. Он же не животное кажется! Он думает, зачем, почему, какой смысл? И вообще, смысл ли существования в том, что исчезнет? Есть такое одно из житий, знаете, то есть это жизнь, жизнь, по-славянски житие называется, житие одного мученика по имени Тивуртий. Это римский, это имя латинское. Тивуртий – это в первые три века, когда были чрезвычайные гонения на христиан. И вот во время судебного разбирательства, когда Тивуртию были были предъявлены обвинения, тяжелейшие обвинения. Какие же тяжелейшие обвинения? Что он христианин. Вот сейчас мы, знаете, слышим это, и даже можно улыбнуться. Ну, что за обвинения, правда ли? Напрасно! Напрасно! Вспомните, не так давние времена, которые мы сейчас вот отмечаем, столетия, революции, да, наступила такая-то власть, когда как раз обвинения могли предъявить человеку и предъявляли, и миллионно, только потому, что он или священник, или монах, или вообще учёный, но, кажется, он говорит не в русле той политической идеологии, которая соответствует настоящему времени. и это обвинение было совершенно достаточным, чтобы обвиняли сколько погублено замечательных людей и обвиняли только потому, что вот он, он, а что, знаете, что я хочу сказать, он? Однажды был суд в Древней Греции над человеком, не скажу каким, и вы знаете, какой был вынесен приговор, а суд в Древней Греции подчас были очень интересные суды. Это не то, что сейчас сидят один, два, три судьи, нет, пятьсот человек, и они определяли судьбу, и вдруг решение, да не будет никого лучшего нас, вон его, и человека лишили воды и огня. Вы представьте себе, когда он не может ни пить, ни согреваться, это срочно бежит человек из пределов, из пределов этого полиса города для того, чтобы не погибнуть, да не будет лучшего среди нас. Какие суды! Так вот, видите, времена, хотя, и меняются, и кажется, и мы меняемся с ними, но на самом деле есть нечто, что остаётся совершенно неизменным. Человек по своей природе. Неизменным. Неизменным остаётся ещё нечто, на что, вы знаете, приходится только удивляться, на что меньше всего обращают внимания, о чём просто не говорят. Вы нигде просто не найдёте нигде. Это поразительно. В школах изучаем законы. Законы изучаем. Какие? Материальные. В психологии пытаются найти какие-то закономерности. Единственное, о чём нигде нет, нигде и речи нет, что есть ещё духовные законы. Ибо в человеке, кроме тела и, кстати, скажу, кроме души, есть ещё дух. Это та высшая часть человеческой природы, которая выделяет его из всей совокупности всего живого, что мы знаем, с чем мы встречаемся на земле. Существуют законы, оказывается, духовной жизни. Их-то и не знаем. Во всех религиях существуют заповеди. Верно! Какой характер они носят? Все эти заповеди совершенно чёткие. В каждой религии своё было понимание Бога и отсюда понимание того, что хорошо, а что плохо. То есть, что такое хорошо, помните? Что такое плохо? Об этом говорили заповеди. Это всё понятно. Но законы – это нечто более глубокое, по которым живёт жизнь человеческая. И вот эти-то законы как раз они как обладающие действительно гораздо большей глубиной человеческой жизни, человеческого духа, нежели те простые вещи, очевидные для нас, в частности, и заповеди. Так вот эти-то законы оказываются вне поля зрения. Причём скажу вам, ну, как иногда говорят по секрету, что даже, даже, если вы откроете наши учебники, богословские учебники, я говорю – учебники, откройте их, то вы там не найдёте даже о них речи. А о Западе – да, найдёте. Конечно, о канонах, правилах найдёте, законах. А что это такое? Не найдёте. Вот поразительная вещь! Это просто какая-то как тайна, которая оказывается за семью замками. Евангелие потому и оказывается той удивительной книгой, в которой, с одной стороны, всё написано того просто, что, кажется, подчас даже ребёнку всё понятно. Посмотрите, учебнички для школы о православной вере или Библии для детей. До того всё понятно. Кажется, и понятней быть не может. И вот удивительное дело. А оказывается, в этих простых, подчас внешне простых словах скрывается то, что касается непосредственно самой глубины жизни каждого человека. Возьмите, я приведу пример хотя бы, потому что без примеров, конечно, это очень трудно усвоить себя. Так вот, возьмите Библию. Открываем Библию. Начинаем читать. Какой-нибудь интересный эпизод, очень интересный эпизод грехопадения человека. Очень интересный эпизод. Помните? Адам, Ева. Ева там подходит к древу, плоды которого было запрещено Богом есть, плоды древу познаний добра и зла. Ну, увлеклась словами змия, сорвала плод, и тут началось. Даже ребенку это понятно, что... Ну, подошла тетенька Ева, ну и сорвала. Сказали, что красивый плод, и очень вкусный, ей понравилось, ну и сорвала. Но за это Бог наказал. Понятно? Ой, как понятно, кажется. Вот вам детский уровень. Вообще, я скажу, что чем интересно Священное Писание, что преподается очень многие великие истины в такой простой форме, которая кажется доступной младенцу, на самом деле, что там скрывается-то за этой кажущейся младенческой простотой? Боже мой, что скрывается в этом библейском сюжете? Что скрывается-то за этой простотой? Будете, как боги, говорит этот змей-искуситель. Как боги кто? Ну, ты, Ева, я дам во множественном числе. Будьте, как боги, сорвите то, что запрещено. А теперь посмотрите, что происходит в всю историю человечества. Вот мы все учимся, все учились, все окончали. То, другое, третье. Посмотрите на самую суть научно-технического прогресса. В чём его суть? Какова цель? Цель-то какая? Как какая? Овладеть познанием всего, получить власть над окружающим миром, стать кем? Богами в этом мире. Богами! Многие, может быть, некоторые, которые ещё помнят советское время, а я думаю, таких немало, наверное, помнят и публикации, когда открыто это писалось. Открыто, а не как? Мы познаем законы природы. Мы покорим, слышите? Покорим природу. Мы покорим космос. Мы станем богами в этом мире. Вы знаете, читаешь, и невольно улыбка. Думаешь, поживой! Это пишут люди причём, которые, наверное, Библию никогда не читали. И вдруг повторяют слово в слово. Будете как боги! И всё развитие нашего научно-технического прогресса, к чему стремиться? Открыть силы природы, открыть законы природы, повелевать природой и стать кем же? Ну, тот, кто повелевает всем, тот и есть Бог! Это вот небольшой пример. Но с чем он связан? Посмотрите! В Библии опять написано. И что стало с человеком? Что стало с ним? Кажется, был блаженным в раю. Всё было ему! Всё! Райская жизнь! Если хотите, ну, полное благо и познание. И вдруг кем встал? Потерял это всё! Сама природа восстала на него! Сама природа! Звери, подчинявшиеся ему, оказывается, уже остались совсем в другое по отношению к нему отношение. Да и вообще наступили болезни, наступили смерть, наступили изгнания. Посмотрите теперь! Правда же, развитие научно-техническое, насколько оно сильно невероятно! Если бы сейчас воскресить человека 19-го столетия, он бы просто не поверил. Я думаю, что вы! Какие телефоны! Какое-то радио! Какое-то телевидение! Какой-то интернет! Вы что! Это же просто невероятные вещи! Какое строительство! Какие сооружения! Какие города! Какая техника! А вы знаете, о чём говорят учёные? Говорят, уподобляют! Всё развитие нашего, этого, научно-технического прогресса уподобляют кому? ЗМИЮ! ЗМИЮ! Вы слышите, даже я не говорю ЗМИЮ! ЗМИЮ! Но какому? Который заглатывает свой хвост! И учёные говорят сейчас, мы стоим перед чем? Что будет со ЗМИМ, который заглатывает свой хвост? В конце концов, он подавится! Он же погибнет! Все учёные мира сейчас трубят! Что вы творите с природой? Что вы сделали? Если мы не остановим того развития научного и технического, которое сейчас имеет место, мы погибнем! Мы погибнем! Экологическая катастрофа! Смерть! Люди, что вы делаете? Пилите, как говорят, суп, на котором сами сидим! Об этом пишут учёные, причём пишут страшные, даже вещи пишут! Что эта экологическая катастрофа никогда-нибудь уже постигнет! А учитывая ту скорость развития, с которой сейчас живёт наша наука и техника, это уже может, как пишет один наш выдающийся учёный, пишет, это уже произойдёт никогда-нибудь! А уже, как он, правда, осторожно пишет, но пишет прямо, возможно, в середине 21 века! Мы, к сожалению, почти ничего не знаем! Учёные шумят, учёные кричат, политики плюют на них! У них свои задачи, политические! А то, что вы говорите, земля погибнет, вы знаете, что вы там занимаетесь и не мешайте нам заниматься чем? Политикой, Господи Божьим, экономикой и прочим вещами! Я привёл простой пример, пример библейский, о том, какое простое изложение! Адам, Ева, рай, древо познания добра и зла! Что это за древо познания добра и зла? О чём опять говорит? Оказывается, как нужно быть осторожным в нашем познавательно-техническом развитии! Это познание разве не привело нас к ядерному оружию? Это познание разве не привело нас к такому развитию генетики, когда сейчас скоро человека переделают и превратят неизвестно во что? И вообще от него ничего не останется! Где нет, где нет разума, но какого? Какого? Вот тут-то мы стали, где нет разума, о котором сейчас поговорим, там, оказывается, наше познание добра и зла, оказывается, приводит к смерти, которой, кстати, и было сказано в раю, сказано предупреждение Адаму и Еве. Какое же предупреждение? Не вкушайте! Не ешьте этих плодов! Смертью умрёте! Ха-ха-ха-ха! Приходилось участвовать в научных конференциях, и когда вдруг заходил вопрос о том, что вы видите, куда движемся мы, что нужно пора, пора поставить строжайшие нравственные ограничения ограничения в развитии науки, вы знаете, поднимался шум. Наука не терпит ограничений, иначе она не будет наукой. И что же получается? Змея, зми, еще глубже продолжает заглатывать свой хвост. И так будет ограничение или не будет? Вот чисто вот такие внешние, внешние, кажется, примеры, они о чём говорят? Что то, что мы называем Священным Писанием, на самом деле, это в самом простом элементарном, кажется, изложении, в самом простом таит в себе глубокие вещи. Обратите внимание на Евангелие. Христос! Ведь почти ничего прямо не говорит. Точнее, очень редко говорит прямо. Всё притчи, притчи, притчи. Образ за образом. Так что ученики даже спрашивают, что же ты, раби, то есть учитель, что же ты, почему ты народу всё притчами говоришь-то? Он ответил, почему. Ответил. Многие вещи, даже скажи прямо, просто не принимаются. Но не только это. Не только. Главная причина совсем другого. Главная в том, что люди в своей основной массе потеряли смысл, верный смысл человеческой жизни. Всю жизнь свели к чему? К исключительно вот к этому внешнему, животному существованию. Все заботы, всё внимание, все силы ума, все силы души, все силы воли, все силы тела, всего, все психические силы направлены на то, создать вот этот комфорт только внешней вот этой жизни. Какой? Какой? Той, с которой тебе придётся расстаться. Причём не просто расстаться. Человек, подумай, когда ты потеряешь рубль, ты очень страдаешь? Нисколько. А миллион? Ой! Иголку потеряешь очень? Нет, не очень. А весь комфорт? Ой! Представьте, Библия, Священное Писание говорит о глубочайшей повреждённости человеческого ума. Ну, теперь подумайте, насколько ж мы умны? Все силы тратим! Всё! Все силы! Не оставляя ничего! Вот на создание условий только внешней жизни. И совершенно забываем, забываем, неужели человек – это только то существо, которое живёт тем же, чем и живут все твари земные, животные. Неужели ничего большего нет? Евангелие вдруг говорит – ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. Указывает на потрясающий закон, что, оказывается, настоящее приобретение, которое возможно только для человека, приобретение, которое имеет свою целью, целью приобретение блага вечного, не только не исключает вот этого земного благополучия, а ограничивает получение его теми рамками, теми, при которых, при которых, которые только не будут мешать его вечному бытию. Христианство обращает взор человека к верху, к верху, к небу. Говорит о том, что человек существует не только из тела, которое рассыпается, а есть ещё у него нечто, нечто, которое не имеет окончания в этой своей жизни и которое будет иметь вечное существование. Говорит, личность неуничтожима! Личность неуничтожима! И весь багаж нашего земного существования, – говорю о багажении как нематериальном, а весь багаж наших нравственных деяний, весь багаж нашего духовного внутреннего состояния души, вот, оказывается, что станет достоянием человеческой личности. Нравственные деяния всем понятны! Всем понятны! Не делай другому, говорит Евангелие, того, чего не хочешь себе! Не делай этого, если ты хочешь себе блага! Но Евангелие говорит ещё о более серьёзных даже вещах! говорит о том, о чём были, как сказать, мысли, но никогда с такой силой никогда не звучали, так, как они прозвучали в Евангелии. Евангелие вдруг призывает к совершенно потрясающему, потрясающему призывает человека! Будьте совершенны, как Отец ваш, Небесный, совершен есть! Вы знаете, что для всех религий это утверждение равно безумию! Ты человек, и ты стать совершенным, как Он, что такое? Да и потом странно! Бог же есть Дух, и как ты можешь стать таким совершенным? Христианство говорит, кроме того, что мы называем нравственной жизнью, говорит ещё о духовной жизни! Той духовной жизни, о которой так мало говорится и пишется! Где говорится и пишется, это действительно, это только умнейших людей, вот не могу иначе назвать этих людей, как действительно это умнейшие люди, это я вам скажу, великие подвижники церкви, подвижники, не просто богословы, не просто мученики, понимаете? Это другая категория. Я говорю о подвижниках, которые всю свою жизнь, всю свою жизнь направили на то, на то, что мы называем духом человеческим. Что такое духовная жизнь? Это то, о чём очень хорошо написал Достоевский в одном из своих романов, по-моему, униженных и оскорблённых словами одного героя, который произнёс такие, я бы сказал, тяжёлые слова, может быть, даже страшные, когда он сказал, а вы знаете, если бы только человек открыл, сказал, признался в том, что он никому из своих не скажет знакомых. Слышите? Скрыто. Что он не скажет никому из своих родных. Что он не скажет даже своим членам, может быть, семьи. И дальше. Что он самому себе боится сказать даже о том, что внутри его. О, если бы только он это сказал! Так на земле открылось бы такое зловоние, что и жизнь была бы невозможной. Это о чём же он говорит? Что это такое мы скрываем? Кстати, пользуюсь случаем, чтобы сказать, Достоевский удивительно христианишки, писатель. Я бы сказал, даже так. В своём литературном творчестве он действительно выразил Евангелие в самой своей сути, с такой силой, в таких образах, в таких характеристиках, в таких словах, которые трудно найти где-либо. Это просто удивительно христианейший писатель. И вот здесь это яркий пример, о чём он сказал. Ведь верно же! Разве мы можем поделиться всеми своими мыслями и чувствами? Да и в себе мы оправдываем, если какие-то гадости в нас происходят. В самих себе даже. Да это так! Постараемся забыть, чтобы этого и не помнить. И уж, конечно, никому не говорить это естественно. Сколько есть таких тайных вещей! Не секретов, а тайных вещей, скрытых, о которых действительно человек боится себе признаться. А почему? А потому, что он видит себя хорошим, а там, оказывается, вдруг такие вещи происходят в душе человеческой. Часто задаётся вопрос, в чём суть Евангелия? Одна из этих сутей, одна из них, причём одна из важнейших этих сутей заключается в том, что Евангелие обращает взор человека к тому внутреннему состоянию своей души, о которой, увы, не хотим часто мы думать и о котором не говорят. Пишут о нравственных всяких вещах, точнее, о безнравственных. Это сколько угодно. Это да! И не только пишут, но и пропагандируют всячески. Кто это делает, вопрос другой. А вот писать о том, что действительно об этих тайных, как в Евангелии написанном апостолом, об этих тайных вещах, скрытых в душе человеческой, об этом молчание. А ведь в этом-то и вся суть-то внутри человека лукавство, внутри его лицемерие, внутри его зависть, о которой ничего и не говорит даже никому, внутри его алчность. христианство говорит, что вот эти-то вещи внутренние, они являются самым главным, что определяет личность человеческую, являются самой важнейшей оценкой и призывает человека, обрати на это внимание. И если ты с этим, это не захочешь увидеть себе, если ты не будешь этого вскрывать, если ты не отвергнешь этого, не постараешься изо всей силы бороться с этими гадостями, ты никогда не сможешь стать действительно тем, о чём оно говорит и называет как образом Божиим. Образом Божиим. Будьте совершенны, как Отец ваш небесный и совершен есть. Вот Он! Вот Он! В чём заключается это совершенство? В чём заключается? Вы знаете, здесь христианство открыло такие, я бы сказал, две вещи, которые беспрецедентны. Две. Беспрецедентны совершенно. Первое. Первое. Христианство сказало, что Бог, о Котором, кажется, говорят подразумевают и пишут. Все религии мира Бог есть не какая-то сила, тем более магическая сила, о которой больше всего интересуются и пишут. Все языческие религии – это магическая сила. Найти только ключ к ней, чтобы её использовать, использовать для своих целей. Это не магическая сила. Бог – это даже не просто Творец Вселенной. Бог – это даже не просто разум, который устроил, поразительным образом устроил эту Вселенную. Так что Фифагор даже воскликнул «Космос», то есть «красота», поражённый этим. «Космос» – греческое слово, то есть «красота». Нет! Вы слышите? Нет! Бог – не просто справедливость, который наказывает нарушителей своей воли и награждает исполнителей. Нет! Подумайте! Нет! Причём это как заявило – нет! Мы просто внимания не обращаем. С такой силой заявило – нет! Что действительно остаётся только сказать. Христианство – это буквально еретическая религия, против всех религий, это антирелигия. А в чём дело? Что случилось? Так очень просто! Во всех религиях кто спасается? Кто исполняет? В заповеди Бога! Не правда ли? Не правда ли? Ну, конечно! Что мы видим? Кто первый в рай вошёл, говорит Евангелие? Что здесь строRavertire? не правда ли? Для большого saints перегоняя. были на unit 0. Даaskaamat Simone, не рад monsters.